всем привет сегодня я решил все таки заснять по данной камере небольшой обзор рассказать свои наблюдения я пользуюсь около недели это вот такая вот камера не сильно залапана еще и так ну в данном случае это вот она коробочка камеру пока отложим в сторонку соответственно идет вот таком вот кейсе это для съемок под водой вот именно та ссылка которая указана мне в теме вот именно все в такой комплектации идет цена на него чуть там 50 чем-то евро на эту камеру вот такая вот коробка то есть можно даже пойти как подарочный вариант и так что у нас тут есть цветовая маркировка он бывает черный белый серебряный желтый синий розовый и золотой размер матрицы 12 мегапикселей к мост сенсор полтора дюйма сделать дисплей фотография снимает 12 мегапикселей 4 3 3 короче можно в hd снимать 2 мегапикселей самое интересное это вот видео это видео 19 1920 на 1080 30 fps of реально так и есть проверено 1280 на 702 60 fps of не заметил вообще 60 fps и после честно да там больше 30 но мне кажется до 60 не дотягивает раз все говорят что там 60 fps of ну наверно так и есть мне конечно человек в камерах этих тоже очень старый но я занимался этим тогда когда реально значение которого камеры есть они были так состоит видео кодек h264 то есть видео он сжимает они не такие громадные получается как у того же никона который записывает тоже в режим вмов и при этом видеоролик там 30 минут весит больше гигабайта здесь с этим как бы получше то есть в принципе на флешечку там 8 лягов у вас там ну пару часов то точно влезет ну и плюс фотографии мне вот еще понравилось то что вот честно говоря я не снимал у меня 2 гигабайта на 2 гигабайта влазит примерно час то я считаю нормально зум есть но зумом пользоваться лучше не стоит то что при максимальном увеличении очень сильный шум то есть там даже картинку не разобрать по поводу кстати съемки чё-то я хотел забыл ладно размера обзора 170 градусов hd angel glass линз короче выпуклое стекло позволяет снимать с вот такого вот расстояния до где-то примерно с сантиметров 15 до делать угол 170 градусов то есть если вы используете или ищите хороший качественный видеорегистратор это хорошая вещь будет замена то есть вполне по настройкам можно легко превратить данную экшн камеру и для видеорегистратора так тут написано какое комплектация ну там usb шнурок там вот это вот синяя тряпочка для протирки ну и сейчас мы посмотрим еще что так ну снимать можно а ну вот используется для воды для велосипеда для яхт для подводного плавания и для домашнего какого-то развлечения можно купить вот на этом вот сайте ну я брал на ebay соответственно ссылочка на ebay присутствует вот варианты исполнения мне приглянулась беленькая странно что вот здесь вот она идет а ну вот наверное белая просто полиграфия такая плохая два одинаковых цвета можно сказать чуть чуть оттенок разный я хотел снять и в итоге камера увлекся потом меня и сын забрал кстати камера очень маленькая то есть у меня с ней сын ходит как я вот с той камерой на которой сейчас снимаю видеоролики и причем очень понравилось ребенку то что во первых легко нажимать кнопочка кстати включение происходит с этой стороны ей же происходит перебор кратковременности нажимаем переход фотоаппарат вот смотрите как быстро фотографирует то есть сыну это очень понравилось причем это у нас тут сразу стоит 12 мегапикселей можно еще на фото 502 снимка то есть есть счетчик хоть какой то что да как по поводу режимов сразу говорю надо лезть в режимы и настраивать в режиме переходит также по поводу этой кнопочки то есть нажимаем третий раз у вас тут перебор снимков перебор снимков осуществляется от боковыми кнопочками я уже видео ролики на снимал какие-то и сделал днем фотки то есть я их приложу на сайте либо в конце этого ролика я как бы не любитель вот это вот монтажа то есть я могу замонтажировать все просто реально ребят времени нет просто проще посмотреть например этот обзор более низком разрешении да а потом короткий в более высоком мне кажется так ну то есть вполне достойное видео тут я пытался фотографировать вроде даже это видео ну короче все эти видео ролики я объединю в один и соответственно выложу также на youtube и соответственно подкреплю в теме где будет основное это видео также нажимаем еще раз на эту кнопочку и переходим в меню и так что я выставил здесь во первых языке поставил русский русский есть разрешение я поставил здесь hd ну можно например выбрать другое например 720p это 1280 на 720 60 fps 30 fps и я вот не помню как это ега вроде должно быть почему здесь да был вга и вга просто то есть ну это 200 два смешных разрешения то есть тут тупо говоря проще три основных это 1920 на 1080 и 1280 на 720 зависимости от того какие вы эффекты хотите получить 60 fps of вы проще получите например с режим замедлением да вы можете там какие-то сцены видео снять и замедлить снимает очень качество но при хорошем освещении то есть ладно оставлю как было то есть я пользуюсь двумя всего первым и вторым то есть 60 fps и с высоким разрешением первый режим то есть первый от второго отличается тем что первый очень много жрет памяти второе поменьше 3 в два раза меньше чем 2 тут у нас есть дальше идет циклическая запись циклическая запись это когда у нас флешка забивается соответственно он затирает ее и начинает запись заново то есть не рекомендую его использовать если вы его не используете как только регистратор машине если вы случайно забыли да на снимали кучу снимков да ну можете случайно удалить вот этот вот параметр следующие hdr по идее это у нас включение высокого разрешения но при слабом освещенности со освещение вот этот вот режим hdr превращается просто в режим которую в десятки раз ухудшает можно сказать видео запись то есть появляется куча шумов про фотографии я не смотрел потому что я его брал как видеокамеру не позиционирую как фотоаппарат так ребенок побегал посмотрел что очень плохого качества снимки то есть ну что можно здесь ожидать также есть датчик движения в принципе этот датчик движения также как циклическая запись относится именно если у вас данный прибор будет установлен в качестве видеорегистратора в автомобиле либо на шлеме там для велосипеда мотоцикла аудио это включить либо выключить по идее запись звука при записи напрям видео а по поводу звука далее мы с вами будем ее разбирать вы это не ослышались и я хочу посмотреть все таки микрофон вроде вот этот находится но когда кнопку нажимаем по гуляния по меню пищит с обоих сторон одинаково и в каком-то положении из них да когда мы вот так вот рукой держим камеру происходит так что звук вообще не слышно при записи то есть уже заметили первые какие-то обзоры которые делал именно на эту камеру с высоким разрешением да все очень четко получилось красиво но как бы то сказать звук там побоюсь этого слова сказать может принципе дети меня смотреть поэтому давайте продолжим дальше штамп дата но это понятно то есть на видео и на фотографии накладывается именно дата публикации я эту опцию отключаем режим захвата режим захвата это по идее у нас если я не ошибаюсь но может меня кто-нибудь поправит это когда мы делаем например снимок и он будет у нас например с задержкой то есть можно например нажать кнопку отойти он сфотографирует либо нажать кнопку через какое-то время сработает я этим режимом не пользуюсь он интересен далее режим размера изображения ну тут вот максимально стоит 12 мегапикселей разницу от других я мало за увидел то есть я смотрел на пятерки на десятки на восьмерки по поводу восьмерки сразу скажу что вот у телефон самсунг белокси американец что-то 977 или 997 вот у него 8 мегапиксельная камера в 1 50 лучше снимает чем вот здесь вот фотоаппарат строим то есть поэтому как фотоаппарат не рекомендую убрать или если вы берете его как фотоаппарат ну знаете что вам придется очень сильно постараться чтобы сделать какие-то хорошие снимки так вот по поводу качества высокая не рекомендую ставить потому что сильно идет высокая зернистость то есть если вы снимаете какие-то близкие объекты то есть рекомендую ставить самый оптимальный режим это норм низкого качества от среднего почти не отличается ну чуть размытие становится поэтому сначала я поставил высокий поснимав я увидел что ну просто не катит у меня глаза болят от этих точечек которые на моем большом мониторе ну просто глаза вот такая выкалывают как иголки в итоге я сошелся на том что для максимального передачи качества видео изображения я использую режим норм по поводу резкости ну тут все то же самое обстоит что и в первом варианте также я выставил норм потому что сильный это чересчур сильно мягкий это чересчур мягко то есть либо сильно четко либо сильно размыто опять же это пиксели вот такие вот на экране то есть оставил норм баланс белого ну вот по поводу баланса белого ничего сказать не могу ставлю авто и работает это все дело очень плохо если вы конечно как-то можете выставить да вот перейти в меню вот нажав там четыре раза кнопочку тут с этой стороны зайти сюда выбрать первый режим потом сохранить потом записать потом записать то что посмотрели или как-то он изменит там диафрагму там или качество картинки на экране и вот таким вот макаром вы подобрали для себя режим то у вас может быть в принципе изменение какой-то в лучшую сторону будет но в основном случае я рекомендую используется авто как был ну то что видите в итоге по идее получите но на таком маленьком высокое разрешение на таком маленьком мониторчике с высоким разрешением все видеозаписи которые вы снимаете очень четкие получаются вы думаете классно получилось в итоге подсоединяйте компьютер на компьютер заливаете ну и огорчаетесь что с вашими пикселями у монитора они оказываются даже еще больше поэтому мне кажется авто это тоже оптимальный режим ну это понятно это три спецэффекта цветное изображение черно-белое и серпия так три режима которыми лично я в жизни только по пьянке может использовался это на старой видеокамере ну режим iso это у нас по шумам я кстати тоже ставлю авто блин ребят не знаю разница вообще не увидел хотя у меня глаза видит очень хорошо картинку разбирает но разницы честно говоря не заметил но если у кого-то там разница есть конечно могут написать все конечно такие люди еще есть которые не видели подобное устройство обзоров очень много камеры но например для себя я что-то там не нашел то есть полезного то есть обычно вот просто так вот народ смотрит рассказывает показывает как снимает но подробности такие вот для чего она вообще подходит и как она что-то там снимает ну не увидел для себя ну вот мне понравилось единственно что на канале китай рули да я приглядел вот именно у него я посмотрел ролик тогда и нашел что они есть одна вот этот си джей 400 с монитором а есть другая версия с вайфаем но без монитора и вот это мне очень пригодилась потому что без монитора ну я никак не могу сейчас камеру поправлю никак не могу настроить то есть ну никак не настроишь камеру блин не видя как она реально снимает это очень сильно долго надо возиться либо через компьютер либо еще как-то а вот этими вот миганиями которыми некоторые камеры обладают да когда мы нажимаем одну кнопочку сначала один горит светодиодик потом два горит потом желтенький горит синенький мигает вот этот перебор режимов извините меня я не знаю как его назвать такие камеры у меня вот валяются просто ями ни разу не пользовался потому что прочитав инструкцию и благополучно потеряв я не могу врубить запись видео я по счету всегда попадаю на слайд-шоу фото и короче в итоге для меня лучше иметь визуальную модель она и проще она и понятней про даже если она у вас на английском языке или на немецком вы всегда можете переписать то что здесь написано вбить например в переводчике в google и тем самым получить для себя информацию так ну экспозиция соответственно я тут поставил поярче потому что мне кажется тут белого ну как бы немножко не хватает на нуле это маловато но это мое личное мнение может конечно и в солнечный день будет на нуле нормально работать но вот у нас сейчас плохая погода уже осень может сказать каждый день пасмурно и к сожалению ох на газа текла и к сожалению сожалению к сожалению только таким макаром я смог для себя ну улучшить глубину картинки видео то есть можно попробовать два и три то есть поиграться там ух ты там вообще еще много это много раз это шагов то можно делать до двух не 1 3 хватает так распознавание лиц есть ну работает она функция это распознавание улыбки и распознавание лиц я так на всякий случай поставил распознавание лиц улыбки я так понимаю она непосредственно ищет изменения ну и как бы фокус может быть не такой качество картинки не такое вообще по идее лучше если вы снимаете экшен вот эти вот всякие вот дополнительные функции которые как бы ну и нужны ну и не нужны лучше не ставить распознавание лиц это вроде относится только к фото видео он там чему лица то искать поэтому данную опцию ну я чисто включил он сынок бегал фото посмотрел что разницы никакой нету защита от ряски вот по поводу вот этой вот функции когда я снимал руками то есть видео что-то я стабилизации толком никакой не увидел при включенной то есть по ходу этот режим либо относится просто просто к фото либо он там видео не так сильно и заметен скорее всего это просто к фото относится поэтому я его выключил в принципе я могу и руками нормально удержать там пару секунд ну соответственно быстрый просмотр отснятого материала наверно это тоже мне не надо штамп даты это вроде бы на файле он дату ставит когда была съемка соответственно вот так даже не последний вот язык и время рекомендую на всякий случай время ввести авто выключение питания я отключил эту функцию при записи видео если вы обращаете внимание на то что вы записываете хотя бы примерно улавливаете через камеру вот через например 3 минуты то что здесь интервал стоял камера выключать дисплей начинает мигать синим светодиод что происходит запись и вы кроме этого ничего не видите кстати запись начинается и выключается путем нажатием кнопки ok то же самое и фото а вот когда у вас дисплей потух вы один раз нажимаете кратковременно у вас включается дисплей но это так для тех кто не знает а когда вы два раза нажимаете останавливается запись если вы чуть дольше передержали запись может остановиться поэтому эту функцию лучше отключить пусть лучше он немножко жрет но зато камера у вас будет работать как надо так звуковые сигналы это вот эта вот пищалка который вот меня сопровождает по ходу переключения режим тв но я так подозреваю это вот hdmi подключается могу ошибаться мне в принципе эти режимы не нужны так заставки опять же все лишнее я отключаю частота ну в россии частота 50 герц изначально стоял 60 это поворот поворот вроде бы разворот камера то есть если мы ее наоборот фиксируем вроде бы так тоже функция мне это без надобности автомобильный режим соответственно я не использую автомобиль в автомобиле я его не включаю ну вот асд режим я как бы везде его пользуюсь везде его включаю но мне кажется тоже относится именно фотографиям удаление флешки с флешки там файлика например удалить все так как отсюда выйти то вышел так ну и там еще парочка режимов осталось сейчас мы вверх поднимемся форматирование флешки можно изначально форматнуть сбросить на заводские настройки если у вас какие то зависания непонятные сбои происходят ну и соответственно версия у данного устройства вот такая SJCAM CJ4000 и так ну давайте я вам расскажу вообще еще по тому моменту что вы вряд ли видите если вам нужна для видеоконференции высокого разрешения камера с качественной передачей картинки вашему собеседнику например по skype то вот эта вот камера также станет незаменимым помощником потому что просто потрясающее качество картинки по скайпу это оценили уже все мои родственники также также в принципе если ковырять настройки очень качественная картинка получается также что мне в ней понравилось это именно передача цветов то есть опять же благодаря там пары тройки каналов это вот как раз которое я запомнил это Китай рулит и еще два канала которые сняли ролики наподобие по этой камере один из них американец и два русских то есть один украинец и один русский то есть при помощи этих ребят я в принципе понял что у данной камеры есть один недостаток во-первых это кривые руки это люди которые именно берут ее да и вот просто вот так ходят снимают да вы получаете там в каком-то степени ну даже отличие картинки от гоупро в лучшую сторону но если вы будете соблюдать то есть вы чувствовать ее будете будете знать как она реагирует на солнце как она реагирует на затемнение вы сможете уловить и снять ей так что цвета которые вы получите и качество картинки стабилизированной которые вы получите при съемке видео будет на порядок лучше чем у гоупро ну на гоупро у меня соответственно денег вообще жаба душит платить там под 10 тысяч или больше за фигню которая выглядит так же и снимает ничуть не лучше там может чуть-чуть имеет те же самые настройки и тот же почти такой же объектив я ну просто смысла не вижу если конечно там люди профессионалы есть которые очень сильно доверяются этим обзором ну вот этим вот либо магазинам которые снимают свои обзоры и говорят что да конечно разница огромная да она огромная вот при помощи видеоролика где китай рулит записывал одновременно 3 гоупро да cj400 еще какая-то камера была я понял что у гоупро во первых немножко другой угол обзора и очень другой кодек записи соответственно она немножко по-другому воспринимает цвета и гоупро выигрывает просто тогда когда хорошая освещенность насыщенность света потому что у нее более высокое качество линзы но данные игрушки да имеют там свои китайские кодеки которые в принципе могут сделать ничуть не хуже картинку но при этом надо постараться то есть спасибо конечно за тем кто делает также ролики на те темы на которые я стараюсь не делать просто я бы всем занимался фотография это мое любимое было хобби раньше но после того как пару покупок техники меня венчалась так скажем расстройством я просто забил это все дело давайте посмотрим что у нас тут есть в комплекте так ну это у нас какая жестокая эта защелка то это это крепить на штатив кстати как вариант можно вот крепить и сверху и снизу то есть кому как удобно а может это просто поворотный механизм например для вертолета или еще для чего-нибудь так это у нас походу тоже где-то от нее какая-то запчасть должна быть тоже какая-то защелка так у нас тут ремешки с липучками крепление на руле или еще куда-нибудь кстати наверно к этой штукой они тоже походят так вот крепление на руль идет а ну это вот может оно и есть основное и так продолжим где-то вот для этой подставки наверное есть лягушка крепления хомутики идут вот это вот крепление которого может замечали экшн-ролики то где ребята такие крепят на машину либо на шлем можно прикрутить либо приклеить на панель через двухсторонний скотч вот она наверное эта лягушечка нет это опять же какая-то клипса для крепления наверное все-таки ремней инструкции тут нету а ну вот она походу да переходник раз и еще такой же должен быть а ну вот у нас есть инструкция с вами по описанию так по кнопочкам функционалу вот даже на русском языке то есть для тех кто берет по ссылке да легко может разобраться с кнопочками в принципе с описанием меню наверное а ну вот комплектация у нас указана вот в картиночках что куда сколько штук и как крепить вот липучки на шлем да вот два комплекта их должно быть вот этих соединительных винтов вот тут написано по-русски что у нас в комплекте идет салфетки идет одна салфетка вот он второй крепежек тросик дополнительные треймовский двухсторонний скотч который можно использовать не по назначению кстати и зачем здесь так где тут на русском стальная веревка очень полезная вещь в машину кинешь пригодится поворотный объектив ну и еще один зажимчик вот и все вся упаковка то есть ну какой-то начальный уровень крепежа есть в принципе он универсальный русский человек и с одним скажем крепежом может придумать кучу применений не только вешать на рулю велосипеда а также можно и на шлем присыпать ну больше наверное рассказывать нечего а ну идет еще крышечка запасная так понимаю это именно для вот этого бокса соответственно бокс сам с камерой лежит вот здесь вот с этой стороны все идет в пленочках то есть даже вот здесь вот наклеена пленочка по желанию уже можно ее срывать либо оставить ее до конца света то есть в принципе что я всегда и делаю по привычке у меня даже на дисплее вот тут пленочка лежит хотя сынок у меня уже снял я потом объяснил попутно что давным-давно повелось еще с незапамятных времен когда люди ходили с дубинками повелось что дубинки и все что покупалось в магазине ей было обернуто в пленочку в пленочке и остается и лишь когда наступает последний момент пленочку из пленочки достают совершенно новенький пошарпанную пленочку приборчик либо дубинку после этого ей напоследок можно размахнуться и попользоваться по поводу объектива объектив скажем не ахти честно говорю это вот пластик он царапается поэтому стоит быть предельно внимательным вот еще такое вот ощущение что мне вот здесь уже посадили царапину либо она там была то есть с момента покупки я вот глаза ломаю здесь вот царапинка идет на линзе полировать ее нереально камера одноразовая поэтому берегите линзу смолоду если вы ее как-то в кармане будете таскать я не знаю по идее не хватает вот сюда какого-нибудь чехла либо на объектив какой-нибудь дополнительной крышечки ну этого у нас к сожалению с вами в комплекте нету поэтому стоит просто быть внимательным если вы дома храните ну лучше храните в том же самом вот кейсе останется целом кейс в принципе отлично снимает то есть дополнительно отличная защита уже залапана тоже после съемок под водой пластик царапается очень хорошо царапается поэтому на качество съемки это все влияет странно что об этом никто не говорил и я считаю это очень важно перед тем как поставить или начать съемку обязательно надо зачистить все эти вещи чтобы не было никаких ни пятен ни разводов от этого зависит именно качество съемки бывает что вот сынок у меня уже и внутрь залез пальчиками по стеклышку ну покидал соответственно ее кстати ну летала со второго этажа на первый как видим все целое так по поводу разборки я наверное буду записывать следующее видео и его отдельно также приложу потому что очень сильно длинное видео получится и вряд ли кто будет до конца его смотреть а тем кому интересно чисто разборка ну уже просто отдельно видео и посмотрим на этом все всем спасибо за внимание если вам понравился обзор ставьте лайк подписывайтесь на канал если есть какие-то дополнения буду рад увидеть их в комментариях спасибо за внимание всем удачи всем пока